И дальше она абсолютно стерильно обставляется в малый ферментер. Это, можно сказать, начало производства антибиотика, стратегически важного для всей страны. Это аппарат, который инкубирует посевной материал. Отсюда и начинается производство ванкомицина, антибиотика резерва. Уникальный процесс его создания, где все отечественное от начала до конца заинтересовало делегацию Министерств здравоохранения Армении, Казахстана, Таджикистана и Республики Беларусь. Они внимательно изучают каждую деталь и удивляются тому, как новое производство отечественных антибиотиков запустили с нуля. Завод вырабатывает свою субстанцию, обеспечивает жесткий технологический подход в отношении чистоты и безопасности производства антибиотика. Конечно, это очень важно, это удивляет, поражает. Гостям показывают основные стадии производства ванкомицина. Генерировать его начали в феврале этого года. А этот цех особо заинтересовал представителей делегации. Даже вот эти уже очень большие. Вы понимаете, что это только крышка дома. На самом деле это двухэтажный дом. Он продолжается вот на первый этаж. И этот, и тот ферментатор, и все. А это все сделано по нашим чертежам. Это все российское производство. Объем этого ферментатора полторы тысячи литров. Триллионы бактерий уже вырабатывают антибиотик. Его называют лекарством последней надежды. Если какая-то эпидемия, пандемия, на случай, если появилась какая-то новая, даже неизвестная до сих пор науке, бактерия, которая устойчива к основным винным антибиотикам, у нас есть ответ. И этот ответ не импорт, не что-то привезенное и расфасованное здесь. Это собственный синтез сверхсовременных субстанций антибиотиков резерва. Сейчас завод производит более ста необходимых и важнейших лекарств. Среди них антибактериальные препараты последних поколений. В планах выпуска антибиотиков нового поколения – телованцин, аритаванцин и рамопланин к 2020 году. Антибиотики – препараты стратегического значения. По большому счету, это безопасность государства. Супер-антибиотики новой группы, способные бороться с резистентными бактериями, ищет весь мир. Российские и зарубежные ученые – не исключение. Не антибиотики широкого спектра, а антибиотики резерва. И иметь у себя в стране, скажем так, в союзном государстве, такое производство – это дорогого стоит. Это нам интересно здесь. И, безусловно, я поражен уровнем профессионализма. Даже то, как представлялась нам вся технология, вся цепочка от бактерий до огромных ферментаторов. Сейчас завод поставляет лекарства на территории России. В июне открыто торговое представительство во Вьетнаме. Налажены рынки сбыта со странами Персидского залива и Латинской Америки. У предприятия значительный экспортный потенциал. Мы рассматриваем страны СНГ и организации Евразес как единый рынок. Но, кроме того, оно важно еще и с точки зрения технологического обмена. Потому что в разных концах нашей огромной объединенной территории, рынка, идут разные разработки. Кому-то интересно то, что мы делаем здесь. И мы готовы взаимодействовать. Где-то есть разработки, которые интересны нам. И встреча на таком высоком уровне, встреча, по сути дела, министров, заместителей министров, других руководителей здравоохранения, она обеспечивает гораздо более легкий подход именно к технологическому обмену. Задача номер один – создать в России отечественный оригинальный антибиотик. И пока здесь Мордовия лидирует и по импортозамещению, и по уникальности производства. Кристина Мурценюк, Александр Гурьянов. Народные новости. Продолжение следует...